Детская студия. Такую показывает свою работу. Каждый год, в принципе, что-то творческое какое-то мы стараемся сделать. Но если не спектакль, то отрывки из спектаклей. Но обычно какой-то все-таки это в виде спектакля. Работали они над этим материалом, на мой взгляд, не очень много. Потому что они, мне кажется, только после Нового года потихонечку приступили. Потому что, в принципе, студийцы, вот сейчас есть на сцене, все, кто есть в студии, они, в принципе, на сцене. 27 человек. Потому что, я говорю, в начале года их больше, в конце года мы не делаем отбора специального по каким-то, ну, по данным, способностям. Только, как бы, вот есть желание у ребенка или у молодого человека заниматься. Они приходят. Кто-то заражается этим и участвует в конце сезона, вот в таком спектакле. Кто-то, ну, понимает, что это не его, неинтересно, не хватает времени. Вот. 27 человек. Маленькие. И ребята уже, вот, которые в 11 класс заканчивают, которые собираются поступать в театр. А маленькие от какого возраста? Маленькие, ну, там лет от семи, наверное. Лет от семи. Вот. Поэтому, конечно, вот все их, и на самом деле, вот в этом сезоне, особенно убедился, что не создаем мы им, в общем-то, таких условий. Мы постоянно делим помещения, потому что у нас вот этот процесс, репертуар, там все загромождено декорациями. Они там бедные, то в этом фойе, в зрительском, то еще где-то. Студенты, студийцы, конечно, это вот в этом сезоне очень было. Потому что премьера, на сцене играем, что-то там стоит декорация одна. Там новый спектакль репетируем в желтом фойе студийцы, а у них еще танец, у них занятия еженедельные танцем, вокалом, сценодвижением, речью. То есть достаточно большой, они три раза в неделю занимаются. Большая нагрузка. И, конечно, вот создать спектакль вот в таких условиях, ну, в принципе, это достаточно трудно было. История, там, семью Лис, называется «Спасти Людвига». Такая история известная, но это инсценировка. Инсценировка режиссера студии Людмилы Николаевны Чистяковой. Она, конечно, такой, мне кажется, человек, который любит работать с детьми, умеет. И она много, очень долго уже работает. Она и во дворце ведет студию детскую. И у нас человек очень грамотный. У нее образование литературное и театральное, и опыт театральный. Наверное, в первую очередь пришли родители. В первую очередь. Сегодня вот такой первый показ. Ну, был вчера такой прогон. Но вчера было мало. Все-таки мы готовили вот к пятнице. И, конечно, на пятницу пригласили в основном мамы, папы, братья, сестры, бабушки, дедушки. Благодарная аудитория. Да, пришли именно посмотреть на студийцев. Так что сегодня... А вот завтра, послезавтра мы будем показывать, может быть, для других студий. Для каких-то есть в Пересвете студии. Здесь кто-то приведет своих. Ну, так тоже у нас вроде зал будет заполнен. Нам не важно сейчас даже финансовая какая-то. Мы не стремимся продать. Потому что, ну, они должны быть чисто условные какая-то, если даже цена. А так пускаем всех желающих. Поэтому нам главное, чтобы ребята, поскольку все-таки такой вложен труд, и театр, конечно, потратил все-таки какую-то декорацию, какие-то костюмы мы сделали. Коллектив должен обкатываться на публике. Да, и хочется, чтобы они поиграли. Даже пускай будет ползала, но они сыграют вот сегодня, завтра, послезавтра. Потому что хотелось бы, конечно, чтобы спектакль... Нам не всегда удается сохранить после лета такие спектакли. Потому что меняется состав. Кто-то поступает куда-то в институты, приходят другие ребята, и не всегда возможность есть довести это до ума. Но вообще вот такой... Есть масса каких-то детских фестивалей. И хотелось бы, конечно, спектакль немножко его довести до ума и показать где-то на фестивале на каком-то... Или в каком-то вот проекте для детей, там, малообеспеченных, для детдомов каких-то. Ну, то есть... Да, благотворительное показывает, можете... Всегда расслуживались, потому что, я говорю, это практически все, кто есть, вот они все участки. 27 человек.